Добрый день, дорогие друзья, с вами Елена Тарарина. В этом видео я хочу пригласить вас к разговору о том, как справляться с конфликтами с ребенком, у которого активно проходит подростковый период, как сохранить уважение к ребенку, как сохранить самооценку нам родителям и устойчивую нервную систему. Об этом сегодня я буду говорить с вами в этом видео. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и давайте вместе разбираться в важных вопросах. Мы говорим о том, что подростковый возраст открывается у ребенка в среднем с 11 лет и завершается у всех по-разному в районе 16-18. Очень важно понимать, что подростковый период это момент, когда завершаются очень многие вещи, которые родителям были удобны и начинаются очень многие вещи, которые наконец-то интересны самому ребенку. Он пытается проявляться таким, какой он есть. Он отказывается от потребности быть удобным своим родителям, быть похваленным своими родителями. Он начинает в буквальном смысле слова дегустировать эту жизнь на вкус. И если ребенок получил достаточно поддержки, опоры и надежды в своей семье, то его дегустация проходит очень мягко и бережно. Он знает, что нельзя, он знает, какими будут последствия. И за большей частью негативных вещей в этом мире он наблюдает как бы со стороны. Но если все-таки в семье была достаточно сложная жизнь, и мама с папой демонстрировали весь веер, весь спектр, всю градацию негативных эмоций и тяжелых переживаний, то в этой ситуации ребенок, конечно, становится личным практиком, проводя свои собственные эксперименты по проживанию всего негативного опыта, который только может произойти. Первое правило, к которому я вас приглашаю обратить внимание в общении с подростком, это соблюдайте дистанцию. Не надо приближаться слишком близко и не надо отходить сильно далеко. Выберите для себя и для ребенка комфортное расстояние. Для подростка очень важно, чтобы информация, которая идет в его сторону, она все-таки выдерживала какие-то его границы. Именно поэтому дети подросткового возраста крайне редко любят обниматься и ощущать себя обнятыми тисками родительской любви. Это рекомендация номер один. Держите дистанцию. Рекомендация номер два. Не надо вспоминать себя в подростковом возрасте. Этот поезд давно ушел в село Кукуево. Забудьте об этом. Возьмите несколько вечеров, прогуляйтесь по городу, посмотрите на современных подростков. Я клянусь вам, поймете, что ваш ребенок ангел. Посмотрите в реальность. Не надо за царя панька вспоминать вообще, как это было. Этого уже нет. Это вам не поможет. Это только вызовет разочарование, еще увеличит разрыв между вами. И моя третья рекомендация о том, как строить отношения с ребенком подросткового возраста. Вы должны быть драйвовым. Вы должны быть классным. От вас должно пахнуть жизнью. Да, борщами, стиральной машиной и всем остальным это никуда не девается. Но раз в неделю или два в неделю выделить время на свое хобби, свое увлечение, на танцы, на спорт, на утреннюю пробежку, на встречу с подругами или друзьями жизненно важно. Потому что тогда ребенок видит, что наслаждаться можно. И родитель становится примером созидательной формы наслаждения. Потому что когда у ребенка нет примера благостной радости, нравственно чистой радости, он начинает потреблять ту радость, которая ему доступна. А если вы знаете, в нашем современном мире вся неприличная радость в обширном доступе для детей предоставляется. Поэтому попробуйте обхитрить цивилизационный прогресс. Попробуйте стать драйвером для своего ребенка-подростка. Никогда не забуду, когда в Артеке, когда я работал пионер-вожатой в Международном детском центре Артек в лагере Кипарисной. Всем Кипарисной привет, кто там был. Поклон нашему директору Альбине Галимовне Мурашевой. Так вот она всегда, когда был вечер знакомства, и вожатые выступали на сцене, пели, танцевали, драйвили. Это был момент, когда дети влюблялись в своих вожатых. Потому что они не понимали, как эти взрослые дяди и тети могут так вообще безрассудно хохотать, петь, танцевать. Это был очень красивый момент. Поэтому не стесняйтесь, будьте смелее и показывайте детям свою радость. Арт-терапия в работе с подростками. Отдельный курс нашей команды. 10 занятий, где 10 специалистов дают вам 10 самых сложных тем в работе с подростковым возрастом. По ссылке ниже я приглашаю вас познакомиться с содержанием этого курса. Это непростой возраст, нужно углубляться. На курсе мы используем инструменты арт-терапии. На наш взгляд, одни из самых бережных и в сторону родителя, и в сторону ребенка. Это стоит того. Ваше счастье стоит этой инвестиции времени. Будьте бережны к себе, будьте бережны к вашим детям и драйвите эту жизнь. Это красиво. С вами была Элена Тарарина. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, если вам есть что сказать. Напишите комментарий под этим видео. Я буду рада видеть вас на курсе арт-терапии в работе с подростками.